Роскосмос пока не планирует досрочно прекращать участие в работе МКС. После Нового года начнутся консультации с НАСА о её будущем. Ранее РКК «Энергия» на Совете РАН по космосу предложила отказаться от участия в МКС и создать свою национальную станцию. Причиной там назвали ожидание лавины поломок на МКС. На МКС ожидается, цитата, «лавинообразный выход системы строя». Уже через пять лет поэтому России стоит создать свою национальную станцию. Такое мнение высказал первый замдиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьёв. Роскосмос уже заявил, что прекращать работу на МКС не планирует, но будет консультироваться с НАСА о будущем станции. Евгений Перельчук подробнее. Некоторые элементы Международной космической станции имеют серьёзные повреждения и замене не подлежат. Трещина и утечка воздуха, с которой на МКС борются уже больше года, здесь ни при чём. Дело в банальном износе оборудования и выходе гарантийного срока. После 2025 года можно ожидать лавинообразный выход системы строя. Поэтому Роскосмосу стоит прикинуть, а не лучше ли выйти из работ на МКС и вложить деньги куда-то ещё, например, на свою национальную станцию. Таков краткий пересказ выступления первого замдиректора РКК «Энергия» Владимира Соловьёва. Эта структура входит в Роскосмос, и высказывания чиновника наделали переполох в СМИ. Что же, получается, Россия выходит из космоса и остаётся с песнями Рогозина, водкой под маркой «Поехали» и проектом «Небоскрёба ракеты»? На самом деле, слова Соловьёва — это не официальное заявление, а личное мнение чиновника на Совете РАН по космосу. И его слова по поводу скорых поломок сомнительны, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант. Я со всей уверенностью могу сказать, что это не так. Такого рода оценки состояния станции, по крайней мере, преждевременно. При условии своевременной замены блоков и так далее. В общем, это не такие уж старые устройства. Далеки от исчерпания ресурсов. Насколько я знаю, предлагается вместо этого создать национальную космическую станцию. Это, мне кажется, тоже не очень удачная идея. Потому что среди научных задач МКС — вплощение, поддержание, ну просто международного сотрудничества, как такового. Национальная станция в России вообще потянет? Ну, конечно, в том объёме, как вот международный — нет, безусловно. Нет, это колоссальные, конечно, деньги. Роскосмос сразу выступил с опровержением. Никто бросать МКС не собирается, и модули станции способны проработать гораздо дольше гарантийного срока. В РКК «Энергия» тоже поспешили пояснить, что прекращения работы на станции после 2025 года не будет. Впрочем, Роскосмос признал, что будет консультироваться с НАСА в 2021 году по поводу будущего станции. Поговорить есть о чём. МКС была запущена в 1998 году совместными усилиями России, Японии, США, Канады и стран Европы. За 20 лет на станции побывали 240 космонавтов, провели более 3000 научных экспериментов. Но всё чаще в научной среде звучат мнения, что станция устарела и обходится странам слишком дорого. Ещё в 2015 году прошлый глава Роскосмоса Игорь Комаров говорил, что после 2024 года Россия и США построят новую станцию. Тогда же Владимир Путин заявлял, что своя национальная станция у России будет к 2023 году. Заявление в РКК «Энергия» — это тревожный звонок. И если сейчас к ним прислушаться, то всю работу надо сворачивать уже сейчас, отмечает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Запланирован на полёт пристыковка нового модуля наука называется «8 выходов космонавтов». И если сейчас сказать, что станция не будет работать после 2024 года, то это означает, что все эти работы лишаются смысла, они уже не нужны. Нужно думать только о затоплении станции. Если американцы прекращают платить за полёты своих космонавтов, а это уже факт, что им уже не нужно, то энергии становится невыгодна работа по этой станции. Там говорят про создание национальной станции, но это же деньги, да, у нас? Это чистый разговор, совершенно пустой. Потому что, чтобы создать новую станцию, нужно, по крайней мере, решение правительства. А его нет. Денег таких, в общем-то, не найдётся. О том, что таких денег не найдётся, никто из экспертов не сомневается. МКС на то и была международной, что на её создание выделяли деньги множество стран. Собирали, что называется, всем миром. Общие затраты составили колоссальные 120 миллиардов долларов. А в условиях недавно принятого дефицитного бюджета мечтать России о своей станции точно не приходится. Роскосмос больше не будет получать деньги за доставку американских астронавтов на МКС. По крайней мере, об этом сообщило издание Space News. Американцы переходят на собственные ракеты. Что это значит для Роскосмоса? В космос по взаимозачёту. По информации Space News, Роскосмос больше не будет получать деньги за доставку американских астронавтов на МКС. По данным издания, пуск пилотируемого Союза МС-17 14 октября с международным экипажем с большой вероятностью станет последним, который оплатит НАСА. Американцы переходят на собственные ракеты. Возможно, в будущем российские и американские экипажи будут летать на космических аппаратах обеих стран. Но это будет происходить уже не за деньги, а по взаимозачёту. О возможных потерях нашей космической отрасли Светлана Чередникова. О том, что агентство НАСА готово отказаться от услуг Союзов, можно было сделать вывод уже давно. В СМИ периодически возникают заголовки то об отказе американцев от контрактов с Роскосмосом, то опровержение. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин год назад заявлял, что НАСА как минимум ещё один раз воспользуется услугами госкорпорации. На весну 2021 года запланирован космический запуск с международным экипажем. Эксперты предполагают, что это станет запасным вариантом. Корабли Crew Dragon Mask и Boeing Starliner новые. Американцы страхуют возможные риски. Напомню, доставку Союзами американцы стали практиковать после 2011-го, когда закончилась их программа Space Shuttle. Она была признана дорогой и не очень надёжной. Кстати, одно кресло в Союзе для американского астронавта, вначале стоившее 20 миллионов долларов, с годами росло в цене. Отправка на МКС Кэтлин Рубенс в эту среду обошлась уже в 90 миллионов. Будут ли сопоставимы цены на отправку в космос у НАСА, пока неизвестно. Однако страховые компании оценивают надёжность Союзов несравнимо выше, чем американские корабли. Так перестанут ли американцы выкупать места на Союзах? Рассуждает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Перспективы не покупать, всё-таки не совсем, что ли, жёстко определённые. Планы, на самом деле, были разработаны на несколько лет вперёд. И переход на новые носители, это сейчас находится всё-таки в зоне рисков, скажем откровенно. Хотя всё успешно, всё прекрасно, но могут быть изменения программы. Это непростая вещь, и здесь всегда могут быть случаи, когда понадобится всё-таки использовать в качестве резерва Союз. Многие эксперты с таким мнением не согласны и склоняются к версии, что это действительно последний оплачиваемый НАСА-полёт. Да, космонавты будут летать на кораблях друг друга, но такие полёты будут очень редкими. Разве только, чтобы освоить незнакомую технику на случай, если вернуться на Землю на своей, по каким-то причинам будет невозможно. Но главное, российскому бюджету отныне придётся нести бремя финансирования космических запусков, которые раньше несли американцы, говорит научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Для нас это очень большие финансовые потери. А можем ли мы на что-то переориентироваться? Практически нет. Говорят о туристах, но турист последний раз летал в 2007 году, и, в общем-то, их не видно. Нашу пилотированную программу оплачивали американцы. А вот теперь, после того, как они сами могут это сделать, значит, придётся оплачивать бюджет нашим. В лучшие времена летали 7 раз. Получалось 40 миллионов долларов. Сейчас мы этого лишились, да. Будет ли корпорация искать других желающих полететь в космос? Искать они будут, но они их не найдут. Даже если что-то и получится, но это настолько меньше, чем системные закупки с НАСА. Первый полёт российского космонавта на Crew Dragon запланирован через год. Услугами американцев воспользуются и европейцы. Летом прошлого года об этом заявило Европейское космическое агентство. Впрочем, и до этого астронавты ЕС выкупали места на Союзах по квоте американцев. Некоторым утешением служат последние новости о космическом корабле «Орёл». Ряд его системы элементов получил литеры и находятся на испытаниях. Этот корабль строится для использования в лунной программе. Первый полёт без экипажа запланирован на 2023-й, первый пилотируемый на 2025-й. А с 2028 года планируется начать на нём полёты на Луну. Правда, эксперты опасаются, что из-за прекращения финансовых поступлений от НАСА объём наших космических запусков тоже сократится.